всем привет привет всем отличной недели хорошего настроения и сегодня мы с вами посмотрим расклад который я назвала о чем не говорит мир посмотрим знаки на какие подсказки какие знаки о чем нам говорит мир что он хочет до нас донести так тайм-коды есть надеюсь позицию выбрали если нет принципе я знаю что многие из вас смотрят все три позиции потому что вопрос не выборе вопрос в том что какую информацию вы услышите а услышите вы всегда только то что нужно вам то что не нужно опять же таки это не мои слова а так в принципе работает наш мозг то что нам не нужно то чем мы не наполнены мы на это не будем обращать внимание мы это не заметим поэтому исходя из нашей базы информации и на основе нашего опыта и вот всего-всего-всего то что у нас сформировало и только мы являемся сейчас на данный момент вот на основе этого мы воспринимаем ту или другую информацию с одной стороны достаточно предсказуемый потому что мы живем автоматизмами и если внимательно пронаблюдать то все можно просчитать да в принципе наше будущее можно прочитать но как я и говорил мы люди в принципе с одной стороны предсказуемая с другой стороны непредсказуемый тем что у нас есть свобода выбора и мы в любой момент можем изменить свой вектор направления и выбрать альтернативную ветку развития что в принципе с одной стороны тоже предсказуемые на что мы так или иначе когда-то поступил полота с другой стороны у нас есть право выбора но опять же таким некоторым узком коридоре уже прописанных вариантов так что еще я хотела сказать время тяну для тех кто кому нужно чуть больше времени на для выбора по моему на прошлой неделе был такой комментарий от николая по поводу того почему я и вас наверное многих тоже этот вопрос заинтересует я на него отвечу голосом быстренько так этот вопрос он меня интересовал когда я изучала тару и мой учитель делала тоже расклады знаете как по одной колоде и при этом прочитав информацию собирала в кучку и вот из оставшихся карт делала расклады то есть она не собирала колоду заново до чтобы работать с целой колодой вот и в принципе у меня тоже был тогда вопрос а как так если допустим в одной позиции выпадет шут во второй позиции этого шута нет да и что мне тогда не достанется причем слова слова так как задал вопрос он николай так мне я тоже задавалась вопросом этим вот хочу ответить вот что но во первых то что мы должны услышать мы этого и услышали то что в принципе я и сказала чуть ранее мы не услышим все равно то что нам не дано то что нам не нужно насколько бы это не звучало ну печально в некоторой степени и как раз таки одна из причин почему мы должны расширять свое сознание почему мы должны все время что-то новое впускать в свою жизнь для того чтобы как раз таки увидеть то чего мы не видели вчера услышать то что мы не услышали вчера и вот но это такая осознанная работа возвращаясь к нашему вопросу не имеет значения на каком количестве карт я буду работать та информация которая нужна она будет озвучена с другой стороны второго те кто немножечко знаком знают что есть несколько арканов которые в принципе обозначает один и тот же смысл неважно это великий аркан либо это мало арка то есть не то чтобы информация повторяется но есть арканы в которых очень схожие ключевые слова опять же таки это не одно и то же но схожи например акка шута и аркан солнце и то и другое является новым началом масштабы разные немножко контекст разный но суть начинания также есть аркан колесницы и аркан звезды и тот и другой может говорить нам о целях либо наших желаниях опять же таки контекста достижения немножко разный поэтому если вы считаете что вашу позицию как-то обделяет наличием карту это не имеет никакого значения до информация которая должна быть услышана и и передана она будет передана теми или иными арканами это один момент и второй момент как я говорю неоднократно мне таро нужно для того чтобы сонастроиться до бывают такие дни когда я действительно не вижу то есть но не вижу я имею ввиду я не могу ощутить энергию который я передаю и тогда я опираюсь исключительно на ключевые слова 2 до то есть используя интеллектуальный скажем так подход но в большинстве своих случаев я стараюсь настраивается перед раскладами поэтому я стараюсь не записывать расклады если я не подходящим для меня настрой да если не вибрации низкие я читать не буду карты даже если это например ну там у меня по плану стоит что я должна записывать расклады я лучше это перенесу то есть для меня очень важно находиться в нужном состоянии почему потому что опять же таки ну бывает такие моменты либо какие-то позиции да когда я не могу что-то прочувствовать во всех остальных моментах а мне карты нужны для того чтобы с ними настроиться а дальше я уже информацию беру через ну так скажем ясно знания да то есть пропускаю через себя и в принципе ну вы это видели да когда я выкладываю буквально одну две карты только лишь для того чтобы сонастроить всю остальную информацию я беру не из карт я беру из своей сонастройки с информационным полем и мне приходит эта информация через ясно знания вот такое вот вступление да ну короткий в контексте и в тему нашего сегодняшнего расклад это вот я то что хотела сказать мне кстати если у вас есть тоже вопросы по таро либо у вас есть какие-то мысли соображения сомнения пишите да то есть не обязательно писать в раскладах в комментариях к раскладу да только вот обратную связь контексте непосредственно самого расклада можете задавать вопросы если я буду компетентна если я пойму что у меня есть определенная информация я могу вам ее дать окей я дам если нет я пишу я не знаю вот для меня это нормально чего-то не знать так думаю вы определились и мы приступаем позиция номер один так вот сюда да ниже позиция номер один голубенький камешек о чем мне говорит мир о чем не говорит мир смотрите если мы говорим контексте самопознания то это триплет нам говорит о том что сейчас самое идеальное подходящее время проработать как раз таки свою эмпатию в контексте сценариев связанных как раз драматизации ситуации либо с какими-то болезненными моментами вашего прошлого в том числе и детства то есть сейчас самый такой подходящий момент и прорабатывать вы это сможете через коммуникацию через проявление себя то есть контексте развития вам дается уникальный шанс для того чтобы улучшить свою жизнь я бы так сказала через то чтобы проработать какие-то болезненные травматичные моменты своей жизни на физическом плане этот мор это может выражаться как то что возможно у вас будет столкновение либо встреча с предметом своих страданий либо то что может напомнить вам о каких-то ваших вот болезненных моментов но задача здесь заключается не в том чтобы снова причинить вам боль а для того чтобы как раз таки ее исцелить то есть сейчас самое прекрасное время для того чтобы исцелить свои травмы с одной стороны с другой стороны прокачать своем сочувствие до сочувствия со переживания с другими людьми то есть опять же таки если мы говорим но здесь вот прям очень высокий уровень до духовности но это не не средне статистически давайте так скажу потому что здесь показано то что это люди которые действительно осознают либо себя либо стремятся к осознанию через как то знаете сопереживание другим людям но не в контексте низких вибраций до того чтобы включить либо себя в роль жертвы либо другого человека себя в роль спасателя здесь не об этом здесь более высокие вибрации того когда человек от души начинается переживать и в том числе разделять боль другого человека и вместе с этим человеком исцеляет боль другого человека и одновременно через него себя то есть здесь такой достаточно комплексный подход если можно было бы сказать да но достаточно терапевтический но опять же таки здесь задействовано как раз таки высокие вибрации любви и света да то есть опять же это не для всех этого для единиц буквально кто идет действительно вот в этом направлении и ощущает вот это вот сопереживание знаете люди которые я не знаю как-то для них важно проживать может быть даже знаете как-то в медитациях в молитвах в каких-то практиках именно глобальную боль до других людей то есть как как это объяснить здесь такие практики которые направлены на исцеление земли на на большие масштабы на исцеление земли на на мир во всем мире да на то есть если это и допустим практика молитвы то она направлена на то чтобы людям жилось лучше да то есть здесь не человек не думает эгоистично только себе а здесь он думает о всех людях но либо там я не знаю о животных как вид как как подвид какой-то а либо как клан может быть здесь идет любовь и такое вот пропускание через себя этих энергий сопереживания за природу то есть опять я и говорю что здесь для единиц здесь такой очень высокий уровень наполненности любовью самих людей и через вот эту вот отдачу любви до идет очищение и самого молящего и если так можно сказать для всех остальных здесь мир нам говорит о новом шансе о новой возможности опять же таки да то что я говорила ранее проработать какие-то свои сценарии мысли которые лично вам причиняет боль на то есть это могут быть какие-то очень давние и хорошо забытые травмы которые вот именно сейчас всплывают для того чтобы освободиться от них до принять и освободиться и вот королева жезлов здесь как раз и говорит о том что хочется сказать дам ужайтесь крепчайтесь проявите решительность отвагу не потому что вам предстоит там бороться либо предстоит что-то отстаивать а мужество и для того чтобы не впасть в эмоциональный фон тройки мечей и вместо того чтобы это проработать снова включиться в старые сценарии чисто теоретически здесь вы должны быть готовы если этот сценарий появляется в вашей жизни но опять же таки не факт что мы сможем это проработать да то есть здесь вот прям все индивидуально что еще вам хочет сказать мир королева кубков аркан смерти здесь идут какие-то изменения рецепт жезлов здесь идут какие-то изменения вашем эмоциональном фоне то есть это может касаться как личных отношений очень близких так также например отношений с родственниками с людьми которых вы любите с вашими партнерами но какие бы взаимоотношения здесь не касалось да с другими людьми это затрагивает именно ваши эмоции ваши чувства это не значит что здесь например могут всплыть какие-то травмы критики да по отношению к вам что тоже неприятно вроде бы это идет от людей нет здесь не такого формата здесь более глубокого более личного да здесь вот какие-то травмы которые нужно уже оставить позади то есть пришло время от них избавиться пришло время углубиться вот знаете копнуть достаточно глубоко я не знаю каким образом это произойдет но есть ощущение того что если действительно вы нырнете вот в эту бездну да то велика вероятность что вы сможете проработать здесь единственное что как подсказка то есть с одной стороны это дается вам когда потому что здесь нужно открыть врата врата к вашему счастью но на самом деле эти врата и эта клетка она она внутри вас и только вы сами можете ее открыть это не внешняя клетка это внутренняя клетка но а там где есть замок там есть и ключи но ключ он очень-очень глубоко внутри вас сброшен вам нужно нырнуть в эту бездну для того чтобы взять этот ключ но здесь такое знаете вот некое такое испытание когда вы ныряете в эту тьму когда тень поглощает вас вы чем ниже в углу спускаетесь тем меньше света остается внутри вас и и вот здесь очень важно помнить ради чего и для чего вы делаете то что вы делаете потому что тьма в которой вы погружаетесь для того чтобы взять этот ключ да то есть по сути для того чтобы проработать она может включить вас вот эти вот эмоции и опять же таки метафорично аллегорично поглотить вас и если вас недостаточно света если вас недостаточно осознанности понимания для чего вы это делаете то вы снова можете погрязнуть да по снова может засосать то болото из которого вы долгое долгое время выходили поэтому шансы сдается поэтому я и сказала что я не могу сказать пройдут ли все либо пройдет только один человек здесь подсказка говорит о том что вам как раз таки по рыцарю жезлов и королеве жестов нужно будет опираться внутри себя на внутренний свет на что-то такое позитивное на то что поможет вам решиться на этот прыжок потому что все будет зависеть от вашей решительности от вашей уверенности все будет зависеть как раз таки от вашего мужества насколько вам хватит света здесь не просила на сколько вам хватит вашего внутреннего света для того чтобы победить самих себя для того чтобы победить вот эту вот тьму и вырваться из этой клетки то здесь такой достаточно ключевой момент идет вашей жизни я не знаю это будет сейчас это будет через какой-то период либо это уже было совсем недавно я не могу сказать по времени но здесь какой-то такое опять же таки это не судьбоносное но это достаточно ключевой момент вашей жизни что будет если вы его пройдете видите луна на который нам как раз таки указывает на то что вам важно важно пройти вам важно пройти вот этот вот путь до рак это наши страхи тогда когда человек встает вот на этот путь для того чтобы двинуться к свету то есть в луне есть еще как раз таки и солнце потому что луна сама по себе она не светит она отражает свет и вот в этом отражении она становится этот свет становится искаженный да потому что он не напрямую а через луну отсюда символика этого и смысл одного из ключевых слов аркана это как раз таки иллюзия так вот рак который встает на этот путь да на путь очищения от мыслей темных в своей жизни те которые не дают ему жить счастливо он говорит о том что когда он стоит на этот путь он встречается собакой с волком да то есть с умением отличить кто есть друг а кто есть враг то есть что есть свет а что есть мы но у рака есть такая черта поскольку им управляют эмоции на королева кубков вода эмоциональность и он может испугаться и вернуться обратно в то условно говоря болото на в ту водную свою среду откуда он вышел да и извод своего бессознательного то есть никто не знает пойдет ли он все-таки вперед хватит ли ему силы мужества либо он попятится назад потому что путь как по которому он идет это путь в новую жизнь вот они врата у этой колонны это путь в новую жизнь сможет ли он его пройти неизвестно все будет зависеть от его решительности от его мужества сможет ли он выбрать сделать этот выбор понять кто есть кто и что есть что увидеть вещи такими какими они есть потому что на этом пути он столкнется еще и с неизвестностью до горы и с преградами то есть этот путь он легким не будет он не может быть легким но это в контексте истории до таро то есть путь путь развития героя это последнее испытание на пути возврата к себе поэтому к чему к чему приведет ваш этот путь к тому что велика вероятность что вы сможете прийти к этому свету вы сможете прояснить ситуацию вы сможете открыть свое сознание для того чтобы что-то новое новой новой возможность да вот это вот солнце вот она смотрите видите лучи вот она солнце алик это луны как раз таки для того чтобы что-то новое счастливое вашей жизни началось чему должен вас прийти он должен привести вас к празднику к маленькой победе это мне будет большая победа это будет маленькая победа но все равно это можно будет считать одним важным шагом на пути до когда вы уже не будете закрываться от этих страхов да то есть велика вероятность что то что я озвучила это будет лишь первым шагом на том пути который вы должны будете пройти и здесь нам вселенная подсказала о том что сейчас начинается этот важный этап и видимо он не будет разовым видимо это будет путь и первый шаг вы сможете пройти то есть не сразу шагнуть на а то из точки а в точку б первый шаг вы уже сможете пройти и сможете как минимум знаете вдохнуть полной грудью до свежий свежий воздух свежий глоток и вы будете победителем да здесь такой идет касается это чего не знаю но однозначно здесь задействованы очень такие сильные эмоции и переживания но луна никогда не говорит о каких-то знаете сомнениях и простых тревогах она всегда говорит о большой или узор насти на об искажении восприятия нашего мира и если нам удастся сделать хоть один маленький шаг на сторону того чтобы видеть вещи и мир таким какой он есть на самом деле по факту они иллюзорны это уже большая победа так это была первая позиция сделаю я сегодня одолжение да нет ни одолжение некрасивое слово одолжение а исполню да так скажем желание и николая сделаю на всей колоде но это не с негативной точки зрения я говорю сейчас может быть слова неправильные я подбираю но это с позитивным на настрой посмотрим на полной колоде что у нас получится и так позиция номер два красненький камешек мы его берем красненький камешек так о чем вам говорит мир двоечки туз кубков император пошпендаклей какое-то новое начало у вас здесь идет и это начало она вам нравится что-то новое вы узнаете для себя и я себе и это вот вас прям переполняет эмоциями в очень радостны здесь что это как будто вы знаете какая-то новая возможность новое предложение какой-то новый шанс который даст вам возможность ощутить себя более уверенным как-то взрослыми взрослыми но здесь нету груза да здесь не знаю как будто бы впервые дали человеку какое-то ну серьезное дело и для того чтобы посмотреть насколько он готов насколько он стал самостоятельным насколько он стал взрослыми готов нести ответственность здесь как будто бы какая-то типа проверка то есть это не проверка но вот типа проверки до для того чтобы скорее всего вы в первую очередь увидели насколько вы выросли насколько вы стали самостоятельными и сможете ли вы принимать ответственные решения да то есть насколько вы сможете совладать со своими эмоциями для того чтобы принять правильное верное решение вот здесь вот что-то такое что то что здесь нового то у вас появляется здесь какой-то выбор до мечты фантазии мечты фантазии как какой-то ситуации в которой вы чувствовали себя не совсем приятно и ощущали невозможность дальше двигаться да то есть что-то вас сковывала здесь какая-то такая ситуация на что-то вас сдерживала сковывала от движения дальнейшего движения здесь как будто бы дать вот я говорю вам дается возможность принять правильное решение в каком-то выборе вот выбрать и причем здесь знаете как здесь очень интересный момент так как начинается с туза кубков вы очень радостны этому а радостно знаете почему потому что вот вы эту ответственность берете с легкостью почему то этот выбор вот именно сейчас для вас сделать достаточно легко хотя по сути ранее некоторое время назад вам было очень сложно не знаю то ли у вас какой-то опыт появился то ли вас какие-то знания появились то есть такое ощущение что вот та же самая ситуация которая происходит здесь некоторое время назад она вам казалось невозможной то есть невозможной к реализации и это как раз таки вас останавливало от дальнейшего движения но сейчас что-то сменилось внутри вас здесь энергия такая когда человек ну вот как-то почувствовал себя более уверенным более раскрепощенным раскрепощенным вот что-то внутри вас высвободилось и мне идет здесь человек с улыбкой на лице который говорит о том что да неважно какая проблема я с ней справлюсь да я чувствую силы я не понимаю что это будет трудно но если мне нужно я буду просить о помощи либо буду прислушиваться каким-то советом здесь очень позитивная энергии человека идут и скорее всего вот этот вот свет который я здесь вижу он и способствует тому что вы сможете эту ситуацию которая опять же таки повторюсь скажу буквально месяцев 6 наверное назад ну примерно плюс-минус вам ее сложно было решить здесь вы поменялись вы вы проще стали воспринимать какие-то вещи здесь как будто бы какой-то груз спал с ваших плеч вам стало легче и вот от того что вам стало легче вы поверили вот здесь в свои силы попробую знаете такое ощущение вот я не знаю если у вас в жизни были периоды когда вы набирали большой вес ну там я не знаю 10 килограмм и плюс то вы ощущали свое тело вот тяжелым потом когда как говорится взяли за голову и стали относиться к себе с большей с большим вниманием и уважением к своему телу и сбросили этот вес вы ощущаете вот какую-то легкость и то что ранее допустим там подняться на третий этаж либо пробежаться 100 метров в большом весе было достаточно тяжело и появлялась одышка то когда у человека идет минус там 10 килограмм и больше да он это ощущает ему кажется проделать то же самое достаточно легко вот здесь примерно то же самое ну я не знаю это может быть ну представьте что вы несете как говорится подмышками два арбуза тяжелых и вот вам предстоит подняться по лестнице там на третий этаж вот когда вы поднимаете с этими арбузами вам тяжело а вот без этих арбузов вам намного легче да потому что ну это дополнительный вес дополнительный груз вот здесь какая-то такая аналогия человека который сбросил себя какой-то какое-то бремя груз какой-то ответственности причем это ответственность она была навязана им самим то есть здесь не то что вам кто-то что-то говорил надо как-то сделать да и выбрали чужое да на себя нет здесь у вас были какие-то рамки ограничения и вы в себе что-то проработали и начали себе больше разрешать больше позволять и вы почувствовали здесь радость вот это вот тут уже кубков идет от того что вы почувствовали вкус вот какой-то я не знаю свободы что ли по другому причем эта свобода от каких-то ваших ограничениях то есть когда человек допустим волен выбирать то что он хочет у него есть полная свобода конечно же это придаст ему какую-то другую уверенность нежели если бы его ограничивали выборе да и говорили вот выбирай либо так либо так и тот и другой вариант ему не подходит но когда ты даешь человеку свободу вот выбрать то что он хочет ему по душе и при этом он может отказаться от предложенного выбора там я не знаю из семи вещей из десяти говоря о том что есть что-то другое но я пока это не нашел но я четко знаю что это есть и вот как только у меня будет отклик на то что я увижу то что я узнаю я это обязательно возьму то есть проще говоря да я верю что где-то есть и я это найду вот это вот вера вот это вот знаете вот эти вот состояния они как раз таки и помогают вам вот в описанные ситуации принять какое-то решение здесь человек как будто вы знаете с одной стороны благодарит за шанс за возможность которая ему дала а с другой стороны он как будто бы до сих пор не верят что ему дали этот шанс не знаю может быть дали как сделали какое-то предложение и вы летаете в облаках не веря в том что вам удалось это что вы получили это предложение что из всех например там кандидатов выбрали вас либо вы получили там работу о которой мечтали которые фантазировали то есть здесь такая знаете такое чувство с одной стороны радости а с другой стороны я не верю что это действительно мое да как говорят ущипни меня для того чтобы я понял что либо поняла что я не сплю вот здесь что-то такое но очень-очень приятное и что вам в этой ситуации хочет сказать там мир да тушь жезлов новое какое-то начало а здесь у нас значит что-то завершилось конец конец каким-то переживанием волнением тревогам вы очень долгое время ждали да и здесь вот как будто бы ваши ожидания они оплачиваются вот кстати в контексте того да что мы говорили ранее да я в подводке говорила что иногда может быть так что когда собираешь колоду арканы повторяются и да получается так что вот как если бы я колоду не собирала оставила ну то что мы посмотрели отложила бы и посмотрела из оставшихся карту ситуация была бы показана другой а когда не собираешь получается так иногда получается так что как будто бы идет продолжение из одной позиции в другой да как повествование одной истории просто я сейчас вспомнила и хотела это тоже сказать это тоже одна из причин почему я собираю колоду потому что выпадают по сути одни и те же карты но здесь речь идет о том что что он хочет сказать вселенная что то чего вы ждали и переживали и тревожились подошло к концу эти волнения переживания подошли к концу да и вам дали выбор вам дали выбор шанс шанс да как двигаться дальше то что раньше вас сковывала по сути здесь видите даже карты уже идут повторяются по смыслу и говорят о том что ну то что ранее останавливало да вас в чем вы были зависимы от бездействия то сейчас уже идет вот какая-то перемена да перемена вашей жизни вам дан шанс стать ответственным десят вот аркан императора и колесо фортуны тоже про это говорит да когда человек берет бразды правления своей жизни в свои собственные руки когда он осознает что вот на это я повлиять могу мы не на все можем повлиять но здесь как будто бы ваше влияние и возможность шанс удача свыше совпали в нужном времени в нужном месте и дается возможность ну вот как опять же таки как проверка справитесь вы покажи мне что ты справишься с этой ситуацией что ты выберешь то что нужно либо ты опять остаешься маленьким ребенком да и тогда я возьму говорить судьба за тебя ответственность как старший как старший родитель за ребенком здесь что-то хорошее напишите мне потом что у вас о чем здесь речь надеюсь вы поняли так это была вторая позиция и мы смотрим с вами позицию номер 3 зелененький камешек о чем вам говорит мир посмотрим тройки посмотрим тройки когда берешь подлинник да сразу видно насколько хорошая хороший картон или нет то есть здесь вот прям все время с самого начала как я эту колоду приобрела это не реплика это подлинник вот у меня карты здесь склеиваются и сложно тасовать колоду так тройки о чем вам здесь говорит мир уход откуда вы то вы ушли от принятия какого-то решения зависли зависли был вам шанс дан на то чтобы вы приняли какое-то решение что-то что-то сделали по-другому что-то поняли что-то осознали но вы его не выбрали вы ушли от этого шанса и поэтому сейчас какая-то ситуация у вас зависла что это за шанс был что-то разрушить свою жизнь и изменить очиститься да очиститься и потом двигаться дальше но вы это шанс не взяли почему смотрите здесь либо человек не поверил либо человек испугался что-то у нас говорит о бесстрашии говорит о том что человек находится в полном доверии происходящему и в понимании в принятии ситуации потому что он осознает что любой урок любое действие это лишь опыт и относится к нему достаточно поверхностно не беря какой-то груз за то что какие-то может быть какой-то выбор который мы делаем да он не приносит нам желаемого результата то есть здесь человек воспринимает здесь подход к жизни по шуту он он другой он более легкий то есть человек не циклится на каких-то моментах не важно это негативные и позитивные потому что он понимает и то и другое необходимо мне для моего развития и поэтому он относится с некой такой мудростью при к ситуации при всей своей наивности и глупости в поведении то есть это две стороны одной медали и вы здесь не пошли не пошли в это новое испугались испугались вам показалось что ну вот вы как будто бы не поверили да неповерили не знаю здесь чего касается ситуации но вы здесь не поверили вы не поверили что сможете стать нам победителем в этой ситуации что у вас все получится что это будет как будто бы знаете решение этой ситуации вы не поверили, что вот то, что вам было дано, этот шанс, что это решит вашу задачу, да, что это что-то изменит. А изменило бы это? Ну, в принципе, здесь нам карты показали, что... Да, это бы изменило, изменило, но не сразу, может быть, чуть позже, но дала бы новое какое-то рождение, родилась бы какая-то новая идея. Не сразу, сразу скажу, да, но изменилось, но вы почему-то не поверили. Из-за того, что вы не поверили, вы сейчас зависли. Так, хорошо, об этом нам говорит, и что мир хочет сказать-то вот в этой ситуации? Сейчас нужно просто успокоиться, нужно наполниться, знаете, как будто бы нужно сдать следующего рейса, следующего рейса самолета. Вот упустили какой-то свой шанс, теперь ждем следующего. Нужного времени, нужного часа, да. И пока мы находимся вот в этом аркане повешенном в ожидании, мы должны быть спокойны, спокойны и накапливать энергию до того момента, когда опять почувствуем, что мы готовы. Мы готовы, да. Здесь, знаете, есть такое ощущение вообще по энергиям, очень интересно, что это как... Мне показывают здесь какой-то сосуд, очень высокий, как труба какая-то, но она прозрачная, вот как в лабораториях. И вот в этот стеклянный сосуд наливают какую-то жидкость. И в ней, знаете, как в термометрах раньше, были термометры с ртутью. Есть какой-то такой вот шарик серебристый. И вот пока вот эту вот жидкость наливают, да, этот серебряный шарик, он поднимается из ртутью, он поднимается наверх. И вот нужно очень много жидкости влить в этот сосуд для того, чтобы этот шарик поднялся наверх. И вот на это уходит время, да. Вот здесь как будто бы вам дается, поэтому вы и зависли. Здесь сейчас как будто бы дается такой период, чтобы вы восполнили свой резервуар, вот этот сосуд. Его нужно наполнить, его нужно наполнить в принятии. Какая у вас здесь энергия, что вы ощущаете? Вы как будто бы сейчас размышляете, а правильно ли вы поступили или нет. Но вы в чем-то не осознаете. Вы не осознаете свой шанс. Вы не поняли, да, хочется сказать, так и не поняли, что вам был дан этот шанс. Возможно, сейчас я вам говорю, вы на это смотрите с этой точки зрения. Ранее вы даже как будто бы не смотрели. И задумывались о том, почему ситуация не развивается, почему она подвисла. Потому что упустили какой-то свой шанс. Хорошо, что вам теперь делать? Ну вот помимо того, что наполнять свою энергию. Здесь вам нужно поработать с верой. Потому что проблема вот как раз таки в вере. То ли вы недоверчивость какая-то идет. Здесь вам нужно... Здесь как будто бы очень много ума. Что я имею в виду? Здесь очень много знаний, очень много ума. И часто, когда вам нужно принять какое-то решение, вы колеблетесь между тем, что говорит вам сердце, и то, что говорит вам ум. И это сложный какой-то урок. Вот здесь вот вы проходите. Потому что здесь как будто бы вам нужно научиться доверять. Доверять высшим силам. Здесь человек, который своим скептицизмом закрывает себе как-то вот дорогу. То есть вы себя ограничиваете в том, что... Вот не верите, не знаю, как это. Вот при всей вашей интуиции, вот вы как будто бы... У вас нету доверия миру, пространства. Если вы и доверяете, то только после какого-то долгого скептицизма. И здесь урок такой, что... Вас проверяют, сможете ли вы шагнуть в бездну в полном доверии, как в аркане шута. Удастся ли вам, поверите ли вы, а вы все время отступаете и говорите нет. Ну, типа, логично. Здесь бездна. Я что, дурак что ли прыгать? И здесь вот этот вот шаг вы не можете сделать в бездну. Потому что вы опираетесь все время на свой ум. А этот ум, он как раз-таки ведет вас по жизни, по причинно-следственным связям. Вот здесь вот, по аркану справедливости. Но, а вас учат по иерофанту. То есть вас учат в том, как раз-таки тому, чтобы ваше сознание как-то расширилось, и чтобы вы увидели, что не все из того, что вам предлагают. Так оно и есть. Проходите уроки какие-то, связанные с иллюзием восприятия. То есть вам учат здесь. Мир как будто бы говорит о том, что я тебе покажу. Где-то здесь, Паш, вот, Паш Пентакли. Вас учат понять, что такое мир, что такое материя на самом деле. И вам говорят, ты это сможешь понять только тогда. То есть увидеть, насколько мир иллюзорный только тогда, когда ты научишься доверять. Поверь нам и шагни. И вы готовы были бы шагнуть. Если бы вы 100% были уверены, что вам говорят как раз-таки высшие силы, а не через людей, а не говорят другие люди. То есть вы включаете вот этот ум, вы включаете сомнения, скептицизм, и он останавливает вас. Вы не можете расширить никак своё сознание. Вы никак не можете перейти на другой уровень, туда, куда вы хотите. Здесь так интересно. Вот вам дали ключи, и вам сказали, что этот ключ от райского сада. И ты можешь в любой момент открыть этот замок своим ключом и войти в это. Вы говорите, окей, вы стоите перед вратами, в руках держите ключ, и вы не верите. Вы говорите, что нет, это какой-то подвох. Вот я сейчас открою, засуну ключ в замок, проверну его, и мне не врата откроются, а что-то плохое будет. И вы начинаете сомневаться, начинаете искать подвох. А подвоха нет. Вот в этой ситуации подвоха нет. И вы улыбаетесь и говорите, ну-ну, я поняла, либо я понял. Меня здесь хотят опять развести. Никакой это не райский и демский сад. Пойду-ка я обратно к себе на землю. И вы с ключом уходите. Вот такая здесь фишка. Интересно. Если вы прорабатываете иерафанта. Истину, понимание, что есть что. И для чего вам эта информация? Королева кубков. Император. Интересно. Для того, чтобы вы научились, как будто бы, знаете, впускать свою жизнь, интуицию. Но она у вас есть. Что вам нужно впустить в свою жизнь? Десятку кубков. Вот это как раз-таки имеет отношение к той двойке кубков, которая у нас была ранее внизу, когда говорилось о том, что вот вам нужно по двойке кубков наполниться сейчас здесь. То есть здесь вам эта информация дана для того, чтобы, скорее всего, вас подготавливают к тому, что вы заново пройдете этот урок, это испытание. Но для того, чтобы его пройти, вам нужно от двойки кубков пройти к десятке кубков. Вам нужна энергия, вам нужно наполниться. Вы должны поднять свои вибрации, ощутить вот это счастье. Только на крыльях любви, хочется сказать, в полном счастье и доверии, вы сможете пройти вот по этому мосту радуги. На другой уровень выйти, в полном доверии. Но доверие, оно приходит только тогда, когда у вас есть высокие вибрации. На низких вибрациях вы не можете. Именно поэтому здесь и говорилось то, что в самом низу идет разрушение. Где-то здесь еще какая-то карта была. Разрушение, аркан колесницы, для того, чтобы вы двигались дальше. Что здесь нужно было разрушить, а вы не разрушились? Какой-то сценарий ум. Как раз-таки ум, ваше восприятие мира. Ваше восприятие мира, ваше мировоззрение. Ваши шаблоны, то, как вы думали ранее. Вас здесь обучают расширению сознания. Каким-то другим понятием, каким-то другим взглядом. Но вам это не дается легко. Вы достаточно уперты по аэрофанту. Да, видите, аркан смерти. Да, здесь речь идет о том, что вот вам нужно это прошлое отработать. То, как вы... Здесь дело в том, что человек опирается на свой собственный опыт. Он не такой, как это, легкодоверчивый. То есть здесь нельзя сказать, что здесь человек доверчивый. Здесь наоборот. Человек с таким реалистичным, с таким хорошим взглядом. Вот, не знаю, на мир как-то смотрит с какими-то адекватными понятиями. То есть он все может объяснить. Такой рассудительный человек. И здесь не хватает, как будто бы, наоборот, состояния вот этой души, полета, доверия. Здесь очень сложно довериться. Ясное дело, что опыт был какой-то. Просто так люди не закрываются. Но вы очень недоверчивые. И вот это вот недоверие, для чего вам этот урок? Это недоверие, оно не дает вам сделать шаг. Шаг в будущее. Не дает вам сделать шаг на другой уровень, который нужен вам. То есть вы уже давно выросли, но вы на другой уровень не идете. Потому что у вас нету доверия, что вам открывает. Знаете, когда нету доверия внутри, вы, как это правильно сказать-то здесь, вам даются шансы во внешнем мире, вам показывает мир эти подсказки, дает. Но внутри вас есть же сомнения, внутри вас есть очень много скептицизма. Это, знаете, человек, который смотрит на произведение искусства, на какую-то картину. И он не может понять, почему люди восхищаются этой красотой. Что здесь есть такого? То есть он все смотрит на мир бессознательного творчества, искусства, на тонкую материю. Он смотрит через призму скептицизма. Ему очень важно, здесь очень сильный ум такой мозг. И вам очень важно найти объяснение вещам, которые не поддаются объяснению. Вы не можете логически объяснить десятку кубков, либо двойку кубков. То есть любовь логики не подается. Но вам важно как-то себе это все объяснить. И урок здесь ваш, в этом и заключается, что иногда вам не надо ничего объяснять. Иногда надо просто принять жизнь такой, какая она есть. Иногда просто нужно принять любовь, и не надо копаться. Любит ли меня этот человек или нет. Если какой-то подвох, просто проживать эти чувства. Здесь какой-то такой очень серьезный момент. Об который вы все время спотыкаетесь. И причина здесь заключается в том, что вы не можете быть счастливы полностью. Потому что вы здесь спотыкаетесь от того, что у вас очень много ума. У вас очень много рассудительности. Очень много вот какой-то взрослости. Не хватает вот этой детскости по шуту. Какой-то, я не знаю, какой-то доверчивости, что ли. Как будто бы здесь, знаете, на качелях маленький ребенок садится на лошадку. И ему все равно, что это деревянная лошадка. В ней он видит в своем мире, как творец, что это лошадь. Он скачет на ней и ощущает эту скорость, ощущает свободу, это движение. А потом приходит взрослая мама и говорит, какая это лошадь. Вот посмотри, это деревянные качели, это какая-то деревянная конструкция. Ты просто на пружине сидишь и качаешься взад и вперед. И вы тем самым разрушаете вот этот вот мир, который этот ребенок создает. Но вы этому находите обоснование, тому, что не надо витать в облаках, нужно быть приземленным. Но жизнь это, она сама по себе волшебство. Она не поддается вообще в процесс того. Конечно же, мы можем объяснить с научной точки зрения, как происходит процесс оплодотворения, зачатия и рождения ребенка. Но как эта жизнь вдыхает, то есть как она появляется, как это волшебство, как этот сперматозоид находит тот единственный, свою яйцеклетку, это волшебство. Это необъяснимо, здесь нельзя объяснить. Да, можно объяснить процесс, как проходит из миллиона этот сперматозоид, и как он внедряется в эту яйцеклетку. С научной точки зрения процесс можно объяснить. Но почему это происходит? Почему именно так? Как потом вот в эту яйцеклетку помещается душа, человек? Как она формируется? Ведь это и есть волшебство. Вот вас здесь обучает этому. Когда вы поверите в это волшебство, в кавычках, то здесь, знаете, вот произойдет что-то такое. Вот мне кажется, такое ощущение, вот как будто у вас на голове есть какой-то обруч, который вас сдерживает. Вот он должен разорваться. И у вас будет как взрыв некий такой в голове, да, как выплеск, фонтан вот этой вот всей энергии. И вы ощутите тогда любовь, и тогда вот вас выбросит на другой уровень. То, куда вы стремитесь, но вы идете вот именно через логику, через скептицизм. И туда, куда вы хотите попасть, вот это вам не в пользу. Есть правильное применение ума, да, у него есть свои какие-то определенные задачи, функции, это понятно. И нужно найти правильное применение этим функциям, этим задачам. Но туда, куда вы хотите попасть, я не знаю куда. Но туда, куда вы хотите попасть, мне здесь показывают, что вот таким способом, таким методом вы не попадете. Нужно другой метод. Здесь только доверие. Я не знаю, почему для вас сделали акцент именно в этой позиции, на этом, но вот здесь как-то так. Вот такой у меня был сегодня для вас расклад. Хочу пожелать вам всем отличной недели. Вот, благодарю вас за энергию, которой я здесь прожила, благодаря вам в этом раскладе. Надеюсь, у вас все будет прекрасно, замечательно в жизни. Вы услышали каждые свои какие-то подсказки, которые вам необходимо было знать. И вы обязательно со всем справитесь. Прощаюсь с вами до следующего расклада. Всем пока-пока.